Часто люди говорят, что они чувствуют себя плохо из-за того, что у них нет достаточного количества денег. Из-за этого они даже не думают о том, чтобы позволить себе чуть больше, чем они имеют сейчас. Они даже в мыслях не могут себе позволить зайти в дорогой магазин или шикарный ресторан. Парадокс состоит в том, что сначала вы всему миру заявляете о том, что вы достойны большего. И только после этого у вас появляются деньги и возможности. Они словно примагничиваются вашим правильным настроем. Сначала ты вкладываешь то, что у тебя есть. Те деньги и ресурсы, которые у тебя есть сейчас, в свое новое мироощущение. И только после этого происходит выход на новый уровень в реальной жизни. И это не только материальный достаток, это и внутренний комфорт. Ведь если у вас вдруг появится много денег, но вы привыкли себя во всем ограничивать, то вы не сможете тратить эти деньги. У вас это будет вызывать внутренний дискомфорт. Вам по привычке будет жалко купить более дорогую вещь, позволить себе шикануть. Вы будете испытывать постоянное желание сэкономить на всем. Так зачем тогда вообще что-то менять? Поэтому все и остается на прежнем уровне, а он у вас и так есть. Если вы действительно хотите жить лучше, то начните с того, чтобы найти в себе силы сделать то, что вам непривычно. Не соответствует вашему уровню жизни. Если вы привыкли ходить в джинсах, купите себе костюм. Если ездите только на общественном транспорте, проедьтесь на такси. Купите себе более дорогую косметику или брендовый парфюм. И в этот момент фиксируйте свое состояние, фиксируйте свои мысли. И гоните от себя прочь старые установки. Лучше бы я сэкономил или я так обойдусь. Это очень эффективный тренинг, который вы сами себе должны устраивать в реальной жизни. Именно в эти моменты и происходит ваш рост. Целенаправленно и настойчиво развивайте в себе вкус к хорошей жизни. Продолжение следует...